На участке трассы, где совсем недавно произошла авария со смертельным исходом, сейчас проходят рейды по выявлению нарушений. Выезд на двойную сплошную, езда по обочине и разговор по телефону во время движения, сотрудники госавтоинспекции из машины скрытого патруля фиксируют на специальную камеру и передают двум экипажам ДПС. Они останавливают нарушителей, составляют протокол. По словам сотрудников ГИБДД, за три месяца этого года на дорогах области повысилась смертность при ДТП, но само число аварий по сравнению с таким же периодом прошлого года уменьшилось. На сегодня у нас на территории Самарской области зарегистрировано 504 ДТП с потрогавшими в этих ДТП. У нас 63 человека погибло и 668 получили ранения. Мы имеем очень серьезное снижение по количеству ДТП и поранены практически на 35%. Но, к сожалению, имеем рост числа погибших в этих дорожных происшествиях на 10 человек. В прошлом году на это время мы имели 53 погибших, в этом году уже 63. Я призываю в конечном итоге всех в благоразумии. Поэтому надо беречь, во-первых, свою жизнь, свое здоровье, ну и, конечно, беречь жизнь и здоровье окружающих. Число экипажей ДПС сотрудники госавтоинспекции увеличили на 30%. В городе проводятся спецрейды возле клубов и ресторанов. Под особым контролем несовершеннолетние жители Самары, которые садятся за руль незаконно, проверяют и правила перевозки пассажиров до 12 лет. Дети должны быть пристегнуты при помощи специальных удерживающих устройств или находиться в автокреслах. Для стабилизации роста аварийности в настоящий момент проводится комплекс мероприятий, который позволил снизить рост аварийности по сравнению с прошлым годом по итогам трех месяцев. По количеству ДТП на 50%, по количеству погибших на 65%, по количеству раненых на 58%. У нас всплеска в городе нет. Более бдительными сотрудники госавтоинспекции просят граждан быть и в будни, а также в час пик, когда основные дороги загружены. В ГИБДД напоминают, превышение скорости, выезд на встречную полосу и езда по обочине могут стать причинами серьезных аварий с тяжелыми последствиями. Ольга Павло, Никита Колосов, Константин Головин. События.